пошли пошли вперед мой молодец ай ты мой хороший умничка пошли 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 все друзья мы погуляли сейчас пойдем домой посмотрим как его джина примет дома самое интересное он не когда в лифте не ездил до верками молодец могу ничего страшного кто тебя не убивает хорошо ты надежных руках защищаться не надо тебе даже не видно ты как моя тень сейчас джиночку тебя встречать будет мне больше вот это вот волнует все заходи джиночка это тает джиночка сейчас папка разденется лапти снимет и тебе твои тапки тоже вытерет джиночка молодец я думал ты по-другому отреагируешь рычать будешь мы их познакомили ой поздоровались они на улице когда когда катя приехала я джиночку вы чтобы они понюхались на улице и слюня вы и сколько отец линей иди сюда подожди без спроса не ходи никуда у нас здесь не принято так куда хочу туда иду сейчас лапы будем вытирать и морду твою грязную чумазую иди джинка знакомься здоровайся ай ты моя джиночка молодец то есть как аккуратничать нельзя джиночка нельзя он хороший мальчик не обижая его молодежь джиночка молодец пускают обнюхается нельзя джинка ей но она показывает свои границы до чтобы он мне не подходил она джина нельзя нет я он тебе и так понял не надо тут огрызаться он к тебе не подойдет молодец смышлены на жопу приключений искать не будет себе я тебя запер что вот их его не покусал я же тебя знаю и такая место сразу поставишь кого хочешь сейчас он везде обнюхает все главное чтобы не нассал и не насрал а то он любит идет идет и сразу срет как вам друзьям ты мой хороший лапки вытер лапки у него такие мягенькие морда такая плюшевая у него чистенький сила корни такая шерстка кладенькая шелковистая джинка смотрите отвернулась джиночка ты моя сладкая расслабься джиночка расслабься тавер пошли сюда тавер не будем обстановку напрягать сейчас папка тебе вкусняшку даст и джиночки даст вкусняшку пускай вам водичку попей попей водичку дожимки ну ты какой красивый конный курс зайди посмотри в окошечко смотри где там собачки все этим интересно сидеть я такой большой черный аккуратно так вот пьюхай попей водичку не хочешь водичку побить оружие то да на стол свою морду ссувать нельзя ну это он поймет друзья я не хочу просто отпускать джину и не дай бог будет рака на его просто молодец игрушку взял за 3 и грудь играть и хватит играть ай молодец дай он еще один мячик тавер ну и хвостяр у тебя огромный как улася грузчик играть пускай гуляет друзья хороший плюс даже вот если у вас будет дома второй какой-то питомец не такой как джина она просто у меня дать доминантная сучка вот если будет простой ничего сладкий нельзя пускай гуляет не обижаю его ладно она молодец она сама вон от конфликта уходит да моя сладко потерю по ой молодец тавер нельзя джина нельзя нет нет эй тавер а ты на нее не смотри своими черными глазищами она молодец видите отворачивается нельзя джин вот это лосяра у меня дома вам молодец принес принес давай давай сюда тавер тавер ну погрызи погрызи уметь вообще освоился все ему он не залупается на других собак ему вообще неинтересно но главное чтобы был любящий хозяин да который с ним будет гулять кормить и играться до тавер вот еще пускай лежит жует сейчас я тебе косточку дам вкусняшку и джиночки дам чтобы вы лежали мой новая кошечка откроет у тебе жарко походу на да это у папки балкон такая бабки берлога тавер от тебе не хоромы мамины у нас все по скромному чего вкусняшку будешь где-то место найти а не лежанки даже для тебя нету на кухне только если белая он вроде бы и так неплохо ложится слоняра день к вкусняшку будешь сейчас это веру и тебе ну-ка пошли туда там вкусняшку будем кушать куда я тебе положил ну-ка иди сюда сидеть сидеть лежать и джинка ложится смотреть на тебе ухо ухо кушай тюта лампочка да непривычно тебе зарить как на лампочку смотри кушай мой сладкий и джинке тоже ухо на джинка об кушать кушать авер кушай 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 мой все надо собакам дать что-то он так на лампочку смотрит туда зари зари дина кушай джиночка дина не кушает и он чуть не кушай какие глаза красивые блин как у тайсона у конокорса глаза как у тайсона не хочет наверно ладно не хотите как хотите все свободен расслабься отдыхай хочешь погрызи хочешь поспи джинка порыкивает ну вот представьте если бы она не в клетке была бы она бы точно на него бы кинулась и прессанула бы его а если бы он но он конечно может подтяниться и она ничего ему не сделает а если он будет сопротивляться то будет жесткий прессинг поэтому я и запер джина нельзя чё ты там это нет нельзя ворозу тебе бежать диночка там такая джинка у меня да она к сожалению нам никто не нужен другой пес диночка такая никого не хочет никого не примет джинка это хорошо тавер спокойно вообще ну ты как слоняра бьешь как тайсон прям жалко конечно друзья собачек они же все хорошие нет плохих собак реально то есть вот хозяева который не умеет обращаться собаками смотрите как он хорошему за мной вот ходит по питам от меня не уходит вот рядышком лег лежит даже вкусняшку не хочет грызть пускай отдыхает водичку попил погулял женкой поздоровался пускай отдыхает спит черныш папка весь в слюнях я уже забыл что такой слюни после тайсона не интересно вот он отрывает кусочки куда он сейчас девать будет надеюсь не глотает походу сейчас как мячик тоже того мячка скоро тоже не станет смотри как любят желать мужчинок они все-таки щенки минут такую большую него лопищу такие огромные мягкие мягкие синячие а чё ты грызешь то какую-то фигню я же тебе дал там ухо вот чуть не хочет резинку хочет пожелать зубы нам держится ну-ка плен овца вот это вот выплюнула одну проглотил все нельзя опять он на лампочку смотрит глотать то нельзя собака чё ты глотаешь это же тебе не вкусняшка нельзя это глотать жевать можно глотать нельзя джиночка вот знает это что нельзя а ты глотаешь значит я не дам тебе ты кило пищи большими вот и этот сейчас будет грызть пускай грызет лосяра такой огромный смотрите ему не помещается у меня дома и это начинает грызть его дружненько ложитесь и грозите а папка пойдет поработает молодец молодец интересно у него есть это пищевая агрессия если у него забрать я не резкому лучше не будет цапнуть может конечно ухты рикнул столь и чё рыкнула я попутал короче это надо исправить друзья и знаю как у вас друзья но у нас в доме так не принято рычать на хозяина из-за какой-то косточки я даже ему руку не сунул просто ногами рядом оказалось он уже рыкнул и вообще офигел вот это вот так просто нельзя оставлять потому что но даже если ты не будешь забирать а вдруг у тебя там ребенок или жена ну какие-то другие члены семьи случайно окажутся рядом не будут забирать то даже они могут из попытаться ребенок просто руку сунет и он ему руку откусит прикиньте или просто рядом пройдет он будет рычать кидаться так что вот это сразу надо пресекать вот пока у вас щенок маленький еще совсем это не страшно а когда у тебя уже такой лосяра ты уже боишься а вдруг ты он тебе сейчас реально цапнет за руку поэтому я пошел взял сапог естественно я не собираюсь его убить сапогом я просто ему хотел показать что нефиг тут рычать мою сторону вообще даже если я руку тебе сую даже если я забираю у тебя это забирать я не собирался я конечно бы отдал но вот это надо попрактиковать чтобы собака если я сказал дай или плюнь нельзя чтобы я просто мог взять и отобрать вот примеру на улице собака у вас что-то подобрала и ты попробую к такому лосю подойди руку сунь отбери говорю руку тебя откусит и все и сожрет отраву какую-нибудь и все поэтому надо сразу научить собаку чтобы она не смело рычать твой адрес вообще хоть ты ей туда в горло руку по локоть сунешь она должна терпеть и и доверять тебе понимаете поэтому я сейчас буду делать следующее придумал как можно попробовать у него взять эту вкусняшку надо отучать короче ну-ка дай нельзя ты чё попутал что ли нельзя сиди сиди и те сейчас дернусь увидели он какой-то мне испугать решил на кушай ну-ка плюнь плюнь-плюнь-плюнь-плюнь-плюнь-плюнь молодец молодец все нельзя 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 хорошо нельзя нет джина молодец смотрите короче он еще это может еще у него короче есть пищевая агрессия надо этим заниматься нельзя молодец накус пущим кушать 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 на кушать и текущий хуже на возьми возьми на возьми風 молодец молодец ты испугался да папка рычить на тебя ему вороже пускай грезет сейчас еще раз попробую вот так надо друзья практиковать видите он он сейчас сидит и соображает что случилось почему раньше я мог рыкнуть и никто ко мне не подходил а теперь обиделся обиделся он теперь он думает что нельзя что он думает что нельзя грызть на кушай молодец и вот все кушай 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 ему ворота кусы видите друзья он уже понял что нельзя вот так надо практиковать чтобы он не имел вообще жил кушай кушай мой сладкий кушай мой сладкий кушай кушай и молодец чтобы у него даже желания не было рыкнуть на того кто его кормит дай нет нельзя 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 молодец вот так надо короче я просто пока очку и вдруг он меня цаплет вот он просто один раз попытался если бы не башмак может быть у меня этот прикусил бы нельзя 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 хорошей нет можно 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 кушать молодец кушай кушай все все видите он понял что нельзя на меня рычать на все я даже уже не боюсь все молодец молодец больше не буду в общем практиковать он понял что здесь кто здесь главный собака должна понимать что нельзя вообще ни в коем случае рычать на хозяина башмак меня спас но он не хотел укусить он просто сделал вид как будто бы он он просто испугал молодец диночка молодец моя хорошая такого не было диночка знает что кто здесь главный кто кому в будке кости подкидывает по ночам кто кого по ночам с цепи снимает лан пускай грызут я пошел я включил фильм документальный про собак там начали лаять и этот такой охрану включил побежал разбираться и грызут айвер ничего страшного это у меня слышите слушает слушает ну ничего папка научит ему разум нефиг тут охранять папка решил тоже покушать все отдыхают и такие глаза на друзья согласитесь у канекорса глаза очень похожи на боксеров ой молодец молодец ой захрюкал захрюкал какие-то пищи у него огромный некоторые спрашивают подойдет ли для такой большой собаки однокомнатная квартира думают что им будет тесно смотрите как лапу подложил под свою голову вы думаете что будет собаки тесно по большому счету собаки вообще не нужна территория большая у собаки есть будка и хватает в будке она спит кушает и пьет все из и в основном она в будке только спит и вот квартира это как будка для собаки понимаете она должна здесь только спать кушать и пить все остальное беситься прогулки писать как от все остальные дела это на улице исключительно поэтому вот друзья мы погуляли с тайлером ему не надо он он походил просто ознакомился да с помещением жилочкой познакомился и все он спать лег ему больше ничего не надо все собака вымотанная и так он будет весь день лежать конечно когда щенок у вас еще до с ним надо почаще гулять вот он погулял пришел домой попил там перекусил чуть-чуть поспал вот он спит проснулся надо опять пойти погулять потому что они все-таки щенки им почаще надо в туалет ходить чтобы они дома не писали не какали а как в основном собака будет весь день лежать и спать поэтому однокомнатная квартира для собаки даже для большой такой она вполне нормально другой вопрос нужно ли вам такую большую собаку в квартиру и другой вопрос видите какая хорошая большая черная собака первый день я с ним и он вообще спокойно спит рыхнет разве это плохой разве ты смотрите он вообще он не реагирует он устал получил массу впечатлений на прогулке наверно никогда не гулял среди домов столько людей собак детей столько не видел видите он даже на меня не реагирует глаза не открывает среди его глаза он даже не реагирует на меня вообще вот у меня собаки всегда были ну она не они так чутко никогда не спали что джина что тайсон если я прикасаюсь ли рядом нахожусь они сразу глаза открывают а этот вообще вырубился смотреть непривычно даже джина бы никогда вот так глаза передо мной ни разу вот такого него чтобы джина лежит и глаза закрыты передо мной она всегда на меня смотрит если я уйду тогда она расслабиться и будет спать а передо мной она вот так никогда себе не позволяет закрытыми глазами виду щенок вырубился вообще смотреть такой смешной друзья кто хочет вот себе а конекорсы возьмите с классная собака реально беспроблемный ну просто нужно собаками заниматься и все офигенная собака смотрите какой классный красивый мягенький такой на прогулке все хорошо заниматься будете с ним хорошая собака присмотритесь друзья давайте поможем собачки найти семью хорошую жалко правда просто у катя тоже много собака она как по-хорошему вот нужно чтобы вот он попал кому-нибудь семью чтобы он был единственный чтобы много любви к нему до внимания было все к нему ну может быть там кошка может там маленькая собачка но желательно конечно чтобы он был единственный чтобы все внимание было к нему чтобы все время тратили хозяева только на него одного и тогда будет это классная собака присмотритесь к собачке смотрите какая хорошая просто катя реально у нее очень много собак она не может со всеми вот я и помогаю сегодня она уехала по делам и вот я взял их его на весь день других собак она пристроила на передержку ну есть такие вот детские садики типа на один день вот этого я взял на воспитание тоже ну пускай адаптируется ну реально ей сложно она тоже не может просто так оставить собаку когда хотят ее усыпить взяла на свою на свои хрупкие плечи еще вот такую блин ношу но это реально блин она одна у нее столько у таких огромных лосей сложно надо кому-нибудь вот чтобы он единственный был поэтому друзья давайте захотите приезжайте даже если вы вы не сможете приехать мы вам сами привезем его обучим вас и будет у вас классный конокорс и он красивый смотрите кого классно чуть-чуть он сейчас поправится и будет классная собака смотрите какой хорошенький как можно было его усыпить а я вообще не понимаю что в нем такого он поводок вообще не тянет ну да чуть-чуть на людей рычит ну потому что им не занимались это надо социализацию проходить с любой собакой пока он еще маленький нужно социализировать иначе потом вырастет сложнее будет это но это же все решаемые тоже не проблем вообще это не проблема я вот сегодня спокойно прогулялся сначала джинны погуляла потом его взял и пошел с ним гулять вообще никаких проблем как 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 будто бы это моя собака да он не так не доставляет мне вообще никаких проблем вот чуть-чуть да вот люди проходят приходится его корректировать его поведение его реакцию на неправильную реакцию на посторонних но это все нормально корректируется он все понимает поэтому друзья пишите в комментариях вконтакте если хотите забрать мы еще будем с ним заниматься заниматься через месяц я думаю вообще офигенный будет треть как он дрыхнет тэнер и уж нужно спи мой сладкий спи друзья поменялись местами малыша здесь прикрыл сейчас джиночки пойду погуляю с посмотрим как она на нас реагирует что он сидит в ее клетке джина джинка молодец он тоже на него внимания не обращает расслаблено абсолютно да джиночка сейчас мы с гуляем а потом я с тайвером погуляю ладно кинка посиди там и это не переживай сейчас я приду доставай синий джина ты чё забыла как доставать за край дергать молодец давай давай сюда ну все всех молодец а я думаю даже если его отпущу ничего страшного не будет все равно гулять вдвоем сложно покажет молодец вот ты козел а он насал мне прям туда я же не собрался гулять он взял бы им прям насал мне туда вот ты собака надо было с тобой все-таки погулять джина ах ты хулиган мелкий ты зачем мне на сар туда придется вместе мы теперь блин что делать короче он что-то не хочет там сидеть по моему если сейчас уйду он начнет орать еще и ямрыть получается что джина мы с тобой не погуляем сейчас придется снимать и гулять и начал сейчас не тут устроит шумиху надо пипец а давай возьму и тряпку теперь и вытирай фулюган маленький сейчас вытирать это саньёшь там пластмассовая полина не дашь перчаток нету пакет хочет взять что ли на руку надеть джина может и вытереша или вылежишь короче хлорку смешал с этим и не трогай мой телефон морда то есть большая классина вот друзья будет будет у вас щенок будет вот такие вот проблемы сайт будет срать с хвостом который да 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 облаивают а ему за забавно играться хочет тоже хочешь по облаивать давай по облаиваем друг какой у тебя страшный лай он даже не кусается он боится кусаться все тайлер пошли познакомился пошли все вперед вперед и вперед 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 вот так короче пробежкой занимаемся а ему интересно бегать нормально быстро бегать у него привычка короче поводок брать играться с ним нельзя у нас синописи пошли 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 за тебя увидишь и не скажешь что ты ченок еще черных пришли с тойером где движуха народу побольше входит рядом с магазином ему так все интересно шумы машины заводится кто там сигналит тут там орёт сзади о понюхал даже видите это да мы социализируем всего вот детишки он даже понюхал вот женщину я даже не заметил тоже это рассеянно немножко видите папка велосипеды тут вот движуха в общем такая что вон привыкал то черныш черныш пойдем дальше тай что-то на всех так смотришь а ты как будто с луны свалился им каждого разглядывает каждом прям кого-то видишь хулигана какого-то опасность прям чувствуешь в каждом дата расслабься все нормально никто тебе ничего не сделает ну хорош изя и хулиган чувство девчонок это синок не бойтесь да он больше играть хочет чем это то что ты на всех смотришь то вот он реально вот одичавший походу с ним никто не и когда в люди не выходил даже такой чем кого-то от слуны свалился и впервые иди тут это вообще все что здесь происходит где тебя держали что для такой этот собака дарить каждого просто разглядывает каждого прям в окна заглядывает смотрите интересно всю собаке вот такой очень как будто бы от его детства прошло где-то будки какой-то и он никуда не выводили ни с кем не знакомили поэтому друзья очень важно когда у вас пока еще у вас щенок его нужно со всеми знакомить на улице потому что пока он щенок его могут люди погладить подойти к нему детей может он понюхать а когда у вас такая уже взрослая собака и начинает еще рычать ты уже лишний раз боишься чтобы он кого-то посмотрел а ему сейчас очень нужно чтобы к нему люди подходили гладили его собачки к нему подходили знакомиться потому что он лишь он был по ходу всего этого поэтому такой вот марсианин забыл показать джинка оставили тайвора одного в клетке а джинка пошел гулять прихожу клетка открыта и тайвора каст уже в квартире представляете он окажется выломал вот эту вот штуку как он здесь пролез но он же худой своей головой как-то взял это все выломал вот тут в общем все сломал лежанка обоссал и вот этот поддон кирдык и косточку даже не захотел пожелать джинка и иди теперь будешь в этой клетке сидеть фу блин вот это то тоже получается а босса на ее тоже надо этом чуток воняет она тоже кажется босс на наш под лежанкой было видите вот это надо обратно вот так вот друзья вот такие клетки делают что ладно джинка у меня спокойно и а как он вот такого бегемота посадишь мы его во первых разломает и зубами может наверно под погнуть вот тут походу он ее гнул смотрите она такая кривая и тут вот зубами гнул монстр да яйка